Красноярские строители и инвесторы начали активно за счет собственных средств возводить детские сады. Рассчитаны они всего на 3-4 группы. Вот первый такой проект сейчас находится в завершающей стадии. В июне его уже планируют сдать. Еще полтора месяца понадобится, чтобы получить лицензию. 1 сентября детсад уже заработает. Рассчитан он на 75 ребятишек. Три группы, по 20 человек и одна на 15 малышей. Пока идут внутренние работы и облицовка здания. Для групп будет покупаться дизайнерская мебель. Инвесторы позиционируют этот детский сад как премиальный. Кроме дорогой мебели и отделки будет и бассейн. Пока стоимость месячного пребывания ребенка, как уверяют строители, еще не просчитывали. Но не исключая, что она будет доходить до 30 тысяч рублей. Однако уже сейчас обеспеченные родители чуть ли не в очередь встают, чтобы записать свое чадо в такой сад. Проект это не из дешевых. Это считается одним из таких на высшем уровне садиков. То есть полностью со всеми охранными мероприятиями. То есть выше среднего стандарта. Я думаю, в дальнейшем, если будет все нормально, значит будет второй, третий и так дальше. За первопроходцами подтянулись и другие компании. На улице Толстого также в структуре жилого комплекса возводят детсад на 1500 квадратных метров с бассейном. Рассчитан он также на 2-3 группы. В этом комплексе 800 квартир. Застройщики уверены, что все места займут дети жильцов, которые приобрели у них квартиры. Хотя таких ограничений они не ставят. Возможно, что здание сада сдадут в аренду. На первом этаже одного из домов уже располагается детский сад, владельцы которого начали вести переговоры со строителями. И заявили о своем желании переехать в новое отдельно стоящее здание. На сегодняшний момент засели на порядка 800 квартир. Конечно, там есть маленькие дети, мы это видим, они играют во дворе. И я думаю, что для родителей это будет большое подспорье для того, чтобы ребенок, возможно, даже собственными ногами, под наблюдением мамы за кошком, мог пройти по закрытой дворовой территории в садик, который находится внутри жилого комплекса. К сожалению, там достаточно большое количество, больше, чем обычно, требований со стороны проверяющих организаций, сантехнических норм и пожарных требований там, конечно, больше. Поэтому себестоимость строительства, она выше, чем обычного жилого дома. Это одно значение. Еще один проект реализуют в Ботаническом. Здесь будет садик на 185 ребятишек, тоже с бассейном. По словам председателя Совета директоров строительной компании Юрия Турова, проект этого детского сада изначально стоял в планировке района. Только они свою работу выполнили, дома построили, а сад так и не появился. По личной договоренности с бывшим главой города Петром Пимашковым Юрий Туров начал строительство. Город впоследствии намеревался выкупить объект. Пимашков ушел, проект признали слишком дорогим, стоимость одного места миллион рублей и нетиповым. Теперь строители намерены довести работу до конца и сдать садик. В соответствии со 131 федеральным законом это обязанность муниципалитета. Но у нас всегда нет денег, дальше застраивать уже сложно. Для того, чтобы жилье имело спрос свой и среда проживания, в которой здесь люди проживают, необходима вот эта социальная направленность, необходим детский садик, потому что здесь их просто нет. Застройщики не исключают, что строительство подобных объектов будет продолжаться. Понятно, что работать такие детские сады будут на коммерческой основе. Красноярские застройщики рассматривают и возможность того, чтобы строить детские сады с привлечением родительских средств. Главное, нашлись бы желающие. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне мой номер телефона 2-92-91-14. Оставляйте свои комментарии на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Олег Голубин, Афонтово. Новости.